Костромичи окунулись в мир батманов и плие. Губернская балетная школа отметила свой 15-летний юбилей. На отчетном концерте 150 артистов встретились на одной сцене. Это студенты и выпускники колледжа разных лет. Красочные переплясы народов мира и хореографические зарисовки открыли зрителю всю красоту и мощь искусства танца. Как в масштабном действии смогли поучаствовать зрители, расскажем в нашем следующем сюжете. Маленький Миша с мамой попал на сцену вместе со студентами. Пока не для того, чтобы выступать, а только познакомиться с тем, как старшие ребята осваивают балетные позиции. Трогательную историю вдохновленного ребенка, который хочет связать свою жизнь с танцем, решили рассказать артисты губернской балетной школы в честь юбилея. И заодно познакомить зрителей с особенностями обучения в колледже. В классе начался уже следующий урок. Урок народно-сценического танца. Теперь, когда маленький Миша в зрительном зале, артисты готовы выполнить на отлично не только учебные упражнения, но и покорить всех присутствующих своим сценическим мастерством. Программа очень интересная, много номеров новых. Хочется очень достойно показаться, показать наш колледж. Самое главное, чтобы им понравилось, и они нас поддержали. Не только Мише повезло прикоснуться к удивительному миру танцев. Ученики губернской балетной школы регулярно радуют благотворительными концертами жителей нашей области. Благодаря проекту «Дети детям» сотни ребят смогли не только увидеть красоту балета, но и поучаствовать в мастер-классах. Окунувшись в этот мир танца, дети влюбляются в него и идут уже осознанно, понимая, что они хотят также выступать на сцене и дарить людям диплом. Безукоризненные прыжки, повороты и плие. У Костромы большое балетное будущее. Четыре звездных выпуска артистов. Вот чем может похвастаться учебное заведение. Все они пополнили ряды национального балета Кострома. Впереди новый набор студентов. И, возможно, после юбилейного концерта юные зрители также сделают свой первый шаг к хореографическому станку. Ирина Махорина, Антон Кузнецов, телекомпания «Русь».